Реальное будущее. Под таким девизом прошел первый в Иванове технофестиваль. В филармонии вместо привычной классики звучал хип-хоп. А в фойе первого и второго этажа свои стенды представили самые передовые фирмы города. На этом медицинская компания презентовала альтернативу классическому гипсу. Напечатанный на 3D принтере так называемый артез обладает массой преимуществ. Он легче и практичнее обычного гипса. Моделируется данная артеза с помощью нагрева, то есть при температурной обработке. Температура нагрева где-то порядка 80 градусов, после чего он становится очень пластичный, то есть практически как пластилин. И, соответственно, после этого доктор уже сам по конкретному определенному случаю он уже лепит по пациенту, делает определенный угол, который ему необходим и так далее. Футуристичные идеи фантастов о будущем, в котором роботы живут вместе с людьми, притворились в жизнь на стенде детского развивающего центра. Ребят учат техническому мышлению, конструированию роботов. От простых моделей до продвинутых. Нашим ребятам совсем несложно сделать роботы, потому что мы их к этому готовим. На самом деле подготовка к направлению робототехника в нашем центре ведется с трех лет. Сначала они начинают с простого конструктора лего-виду, затем они изучают простые механизмы и заканчивают уже робототехникой. Поэтому, когда они у нас подходят к такому возрасту, когда делают собственных первых роботов, им уже это несложно. И это лишь малая талика того, что было на технофестивале. Заядлые геймеры соревновались в компьютерных играх. Любой желающий мог примерить очки виртуальной реальности. Через год организаторы планируют повторить и провести в Иванове уже второй технофестиваль. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.